Здравствуйте! Сегодня я хотел бы поговорить с вами, вместе порассуждать на тему духовных практик разных религий, разных философских систем. Мы хотим рассмотреть их с точки зрения одного такого объединительного момента. В каждой из этих практик используется благовоние. Курительные палочки, ладан, то, что наполняет пространство вокруг верующего, наполняет ароматом и благоуханием. Курительные палочки называются агарбати. В переводе с санскрита означают палочки, сделанные из агара. Агар. Агару – это алойное дерево, это самый драгоценный аромат, самое драгоценное вещество, которое есть сейчас в мире благовоний. Алойное дерево растет в районе Бенгалии, Камбоджи, в Юго-Восточной Азии и практически полностью истреблено. В средние века в Индии, в могольский период, когда палочки приняли ту форму, в какой мы знаем их сейчас, на бамбуковой основе, такое вот тесто ароматическое, которое воскуряется. Вот в то время палочки делали из чистого алойного дерева и из сандала. С добавлением, конечно, других ароматических веществ, но основой палочек составляло сандаловое или агаровое дерево. Агарбати – это было такое общее собирательное название, потому что других видов палочек не было. Индийская культура, такая вот использование благовония – это культура открытых дверей и окон. В Индии, как вы понимаете, тепло, и часто в окнах нет стекол, просто есть ставни. Когда палочку зажигают, то, естественно, воздух свободно перемещается в пространстве, и поэтому, когда человек в нашей культуре, а у нас культура закрытых дверей и окон, мы должны использовать, ну, буквально, может быть, одну четверть от палочки. Поэтому вот просто нужно при использовании индийских благовоний нужно такую коррективу все время вносить. Дорогие палочки делаются из чистых компонентов, то есть берется чистое сандаловое дерево, перемалывается, и оно идет в основу этого теста, из которого палочки лепятся. Более дешевый вид масала бати – это когда из этого, из сандаловой пудры, перед тем, как она идет на изготовление палочек, уже отогнали эфирное масло. Но, тем не менее, вот в этой вот, в оставшейся пудре остается процентов 5-10 сандаловое масло, которое трудно оттуда бы вытащить. Традиция изготовления масала бати очень развита была при махараджах, и по сию пору, если и производят такие палочки, то, как правило, по заказу оставшихся еще в Индии махараджи и каких-то придворных дел. Не так давно появилась и завоевала популярность такой вид благовоний, такой вид палочек, который называется флюксу бати. То есть это палочки, такие типа Накчампа или Сайбаба, в состав которых входят вещества смолы мягкие. И вот такая палочка, она как пластилиновая, она под пальцами, можно ее менять форму, ей давать. Чем замечательны такого рода палочки? Они, во-первых, очень долго горят, и, во-вторых, они дают такой густой запах, пропитывающий пространство, которое человек хочет окурить. И, наконец, агар-бати, то есть это самый редкий вид палочек, или, как их еще называют, дурбар-бати, дворцовые благовония. Здесь мы видим палочки аппараджиты, которые называются. Здесь написано, что изготовлены для махараджи штата Майсур. Вот такая вот печать на них присутствует. Но вот то вещество, из которого сделано, это вот чистейшие компоненты, чистейшая древесина, порядка 30-40 компонентов. Тут вот я хотел бы еще коснуться одного аспекта. Интересные и хорошие палочки делают в городе Ауравиль. Мечта такая была построение идеального города, где люди духовные занимаются и практикуют. Вот был такой Аурабин Декхош, йог, мистик, и его жена, которую впоследствии называли «матерь». И вот вокруг них образовалась группа последователей, которые построили такой город. Там достаточно много живет европейцев, и французы, и русские там живут. Там есть производство, которое делает палочки. Надо сказать, что очень хорошего качества и правильно воздействующими во время ритуалов. Ритуал поклонения, в котором палочки участвуют, является обязательным практически для каждой индуистской семьи. Ну и не только индуистской. Суфии тоже в Индии. И у мусульмане также палочки выскуряют на святых местах. Каким образом можно пользовать курительную палочку у себя дома, как он может практиковать. Я пытаюсь говорить о духовных практиках, предельно понизив порог вхождения. Потому что духовные практики являются элементом сложной интегральной системы духовного развития и эволюции человека. И вырванные из контекста, ну, они могут служить приманкой или просто каким-то украшением, там, бытовым украшением, эстетическим. Но если человек достаточно заинтересован, имеет какое-то стремление, какую-то пытливость, он может через вот этот аспект, даже через эстетический аспект, может начать входить в традицию, начать входить в систему, начать интересоваться, по крайней мере, а зачем они, палочки, зажигаются, и как они воздействуют на наше сознание, на наше настроение. Естественно, палочки, как некий инструмент, они и создаются для того, чтобы воздействовать на человека. То есть запахи подобраны таким образом, чтобы вызывать в человеке самые тонкие, самые нежные чувства. То есть те чувства, которые человек испытывает во время медитации. То есть когда он из постоянного кружения в голове начинает опускаться в сердце, начинает испытывать какие-то эмоции. И палочки задуманы, и они сделаны таким образом. Хотя они обращаются, и фимиам, он вроде бы как обращается к богам, он идет на небо, но тем не менее бог ведь находится в каждом человеке. И когда человек вдыхает эти ароматы, бог, который внутри него, он также их, эти ароматы воспринимает. Для того, чтобы воскурять палочки, требуется курильница. Вот самая простая по типу курильница. Здесь можно палочку вставлять в верхнее отделение, можно вставлять вот здесь вот такие есть боковые отверстия. Интересный момент, что вот здесь вот находятся пять дырочек вот такого типа курильницы. Это классическая такая, кашмирская курильница. И, в принципе, обладая определенным набором палочек, человек может уже сам создавать интересное такое внутреннее пространство. То есть он может взять одну сандаловую палочку, другую какую-нибудь почули, и зажечь три палочки или зажечь две палочки. И таким образом он может бесконечное число вариантов вот этого аромата создавать. То есть такой креативный процесс. Еще одно из рекомендуемых, один из рекомендуемых способов использования палочек, это использовать их до молитвы, до медитации, до занятий йоги. Не во время, когда, например, человек делает дыхательные упражнения, и при этом у него горит палочка. Таким образом он раздражает себе носоглотку. А вот перед тем, как он приступает к занятиям, он может окурить пространство, потом даже немножко проветрить, чтобы такие фракции тяжелые ушли. А тонкий нежный аромат остается. И благодаря вот этому тонкому и нежному аромату у человека появляется возможность контролировать дыхание. Какое оно? Глубокое, поверхностное. Дыхание обиженного человека, дыхание радостного человека. Мы это не осознаем, потому что воздух, он никак не окрашен. И процесс естественным образом происходит. Но когда пространство несет в себе запах, мы начинаем осознавать дыхание. Если мы очень сильно вдыхаем, мы чувствуем сильнее запах. Если мы недостаточно держим уровень вдохов и выдохов, мы перестаем чувствовать этот аромат. То есть мы как бы можем регулировать дыхание. И наше сознание, обращенное к дыханию, соприкасается с более глубинной частью нашего бытия. Потому что человек может без еды прожить 30 дней, без воды 10 дней или 5 дней. А без воздуха человек может продержаться 2-3 минуты. И дыхание и воздух являются принципиально важными в жизни человека. В дыхании человека коренится жизнь, источник жизни. Наблюдая за дыханием, мы как бы приближаемся к первопричине. И вот поэтому ароматы, будь то курительные палочки, или ароматы, которые в виде парфюмов наносят, мистики перед молитвой, перед упражнениями, поэтому они очень важны. Палочки, еще интересный момент курительных палочек, то, что они являются часами. То есть, в принципе, известно, сколько курительная палочка горит по времени. Я имею в виду, опять же, хорошие палочки, которые известны по длине, по составу. Самые долгоиграющие палочки, вот флуксу, бати, они горят на 2 часа. И часто курительная палочка, она являлась тем мерелом, тем инструментом, при помощи которого занимающийся человек, человек, делающий практику, именно определял время. То есть, вот он делает какую-то медитацию, например, и он знает, что он должен ее делать 1 час. И вот в темноте он видит огонек курительной палочки, и пока он его видит, он делает это упражнение. Палочка тухнет, все. То есть, то время, которое было отпущено ему на упражнение, закончилось, и он должен прекращать. Почему? Почему не делать какое-то духовное упражнение, там, 5 часов, 20 часов? Потому что духовные упражнения вызывают в человеке, если правильно исполняются, некий вид опьянения, некий вид духовного опьянения. Естественно, как только человек входит в эту дверь, как он только научается чувствовать это опьянение, он хочет делать больше, больше и больше. И поэтому учителя, зная эту такую черту у некоторых мистиков, не у всех людей, которые занимаются, часто люди даже и не входят, и близко не подходят к тому, чтобы делать какие-то упражнения, но те люди, которые имеют к этому склонность, они могут попасть в ловушку этого опьянения. И поэтому для них практики дозируются. Дозируются по времени, по количеству произнесений, если это какая-то вазифа или мантра. И созерцание курительной палочки в темноте, созерцание огонька, оно может быть как некая форма концентрации, как некая форма упражнения. И я хотел бы сейчас показать вот такое вот коротенькое упражнение, которое каждый человек может сам произвести с курительной палочкой, ну или со свечой, если палочки нет. Ум человека изворотлив, он иногда ставит какие-то условия и говорит сам себе, ну вот с курительной палочкой я буду делать, а так как у меня палочки курительной нет, то я, значит, не буду делать. Ну вот зная эти особенности, можно таким образом перехитрить собственные умы и сказать, ну нет палочки, будем созерцать цветок. Или нет цветка, будем тогда на свечку смотреть. Вот это упражнение, которое я хочу сейчас показать вам, оно называется муракаба. Концентрация, то есть у суфиев это упражнение называется муракаба. Как оно выполняется? Если это происходит не в темноте ночи, тогда рекомендуется концентрироваться на виде самой палочки курильницы и дыма, который они производят. Если ночью, тогда вы концентрируетесь только на угольке, на красном огоньке, который вы видите в темноте. Итак, первая часть упражнения, нужно успокоиться. Если вы хотите, вы можете произнести какую-то молитву. Если вы мусульманин, что-то прочитать, суру какую-нибудь. Если вы христианин, вы можете какую-то христианскую молитву. То есть то, что вам близко, то, что вас приводит в состояние гармонии и единения. Потому что здесь все-таки не только концентрация на палочке, но здесь и воскурение фимиама, которое идет к Богу, идет в горний мир. После того, как вы прочитали молитву, если нет возможности, если человек не знает молитву, то он тогда просто может своими словами как-то поблагодарить Бога за его милости, поблагодарить мир, который вокруг него, за то, что человек живет, имеет возможность сидеть и на что-то смотреть красивое. И после этого человек созерцает постепенно, расширяя свое сознание с красного огонька, с уголька. Он начинает видеть палочку. Потом он начинает видеть дым одновременно. Потом в поле его зрения попадает сама курильница. Потом он включает в это созерцание пространство вокруг палочки, скатерть или то место, где палочка стоит. Так что они становятся единым целым. Ну, здесь по времени от 2-3 минут до 15 минут эта часть упражнений делается. При этом, когда человек созерцает, он должен постараться включить какие-то эмоциональные ассоциации. То есть, чтобы это не просто было такое сухое техническое упражнение. Подумать о тех символах, что символизирует. Может быть, курительная палочка символизирует человека, который сгорает, и он живет, он горит, и мысли его, и его какие-то поступки подобно дыму распространяются вокруг. И если он каких-то хороших качеств душевных, то пространство вокруг наполняется благоуханием. Если он состоит из каких-то загрязненных субстанций, то и пространство вокруг наполняется такими же загрязненными запахами. И когда уже связь установлена с объектом концентрации, и наше внимание, подобно дыханию, касается этого объекта, приходит внутрь, мы закрываем глаза и даем возможности этому предмету, в данном случае этой палочке, появиться у нас в сознании. Вот точно такой, какой мы ее видели. Мы видим дым, видим уголек, видим саму палочку, курильницу. Это не всегда просто и не сразу получается. Для этого требуется некое собирание внутренних таких сил, собирание внимания. Опять же, это часть упражнения, которая от двух до десяти минут. Дыхание при этом спокойно нужно наблюдать за тем, чтобы дыхание не было форсированным, потому что форсированные вдохи или какие-то форсированные выдохи, картину эту внутреннюю, они ее размывают, она начинает рассыпаться. И когда мы научаемся удерживать, удерживаем этот объект, первая часть упражнения была созерцание, вторая часть концентрация, мы вступаем в третью часть упражнения, которую можно назвать медитацией или деконцентрацией. Этот объект, который в нашем сознании, мы начинаем его трансформировать в какой-то легкий аромат, в легкий прозрачный концепт, и философский концепт, и символический объект такой, который растворяется и заполняет наше сознание. Как, скажем, если мы смотрим на палочку, как на метафору праведного, такого святого человека, то вот эти качества, положительные качества, которые в каждом из нас есть, мы чувствуем, как они в нас активизируются, как они в нас растворяются. И после этого мы открываем глаза, вот на этом медитация закончена. И тут важно, после того, как мы открываем глаза, важно не потерять внутреннее состояние, которое мы достигли, потому что человек часто, когда он закрывает глаза, его внимание начинает течь внутрь. Как только он открывает глаза, его внимание начинает сразу проецироваться наружу и сразу сканировать вокруг, цепляться за предметы, которые он видит, и выдергивает из этого спокойного внутреннего состояния, того контакта, который мы достигаем при помощи упражнения. Как часто делать это упражнение? Вот Инаядхан, индийский философ и мистик, Суфи Инаядхан это упражнение рекомендовал делать один раз в день. Можно утром, можно вечером. Постепенно, начиная с двух минут, две минуты, две минуты, две минуты, доводя до получаса. Каждый из компонентов до получаса. Ну, это в том случае, если у человека есть время и возможность делать полтора часа одно упражнение. Но человек, который может полтора часа выполнять такое упражнение, сидя на одном месте, вот это умение, вот эта возможность, эта способность, она начинает уже влиять на всю его жизнь. То есть человек, который может такую концентрацию развивать, удерживать внимание на одном объекте продолжительное время, во всех видах деятельности, которые нам будет заниматься, сможет это умение, эту способность проявлять. И вот, собственно говоря, упражнения, духовные упражнения, которые существуют в каждой религии, и в каждой мистической системе не существуют отдельно от жизни. Они все являются таким катализатором, что ли, или триггером наших умений. Знаете, как лед иногда. Вот если взять бутылку с водой, положить ее в какое-то холодное место, и вот вода там, она еще жидкая, 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 а потом стукнут по этой бутылке, и вдруг мы видим, как раз, и вся она пронизывается льдом. И вот также и духовные упражнения, они кажутся вначале отдельными, и, может быть, даже искусственными, но потом человек не знает всех скрытых смыслов упражнения. Упражнения придумывают мастера и дают их людям. И люди не всегда понимают тех скрытых механизмов, которые в них присутствуют. Суфи их называют рухани. Рухани – это как духовные упражнения. Какую религию бы мы ни взяли, везде есть упражнения, связанные с созерцанием, с концентрацией, с медитацией и так далее. Курительные палочки – восточные традиции, в китайской, будь то даосизм, или буддизм, или в тибетской, или в индийской традиции, можно уподобить нашим свечкам, которые мы ставим перед иконами, приносим какие-то свои молитвы, свои какие-то пожелания, просим о чем-то. Каждый верующий может прийти в храм и поставить свечку. То же самое и в Индии. То есть, когда верующий приходит в храм, он либо приносит, либо покупает курительные палочки, и также их ставит перед изображением богов. Если он шиваит, он ставит перед шивой. Если там вишнуит, он идет в храм вишну и ставит их перед вишну. Буддист, он ставит эти палочки перед Буддой. Есть специальные курильницы большие, храмовые, куда палочки ставят. При помощи палочки курительный человек устанавливает контакт с высшими силами. То есть, как бы, вот он отправляет свои мысли, отправляет свои чувства вместе с дымом. Он отправляет их, как бы, наверх в пространство, ну и вдыхая их в себя, и он отправляет их вглубь себя. То есть, во все стороны. И вовне, и внутрь себя. Ну, естественно, во время пуджи, во время ритуала подношения богам, когда человек приходит в какой-то индуистский храм или место поклонения, он приносит с собой некое блюдо, вот, на котором есть и пища, есть и цветок, есть курительная палочка, разные там фрукты, и обязательным элементом рис, и обязательным элементом такого подношения, пуджи, перед богами, является воскурение ароматов. Читаются определенные молитвы перед божеством, он садится, как правило, или стоя иногда это делает. При помощи, иногда сам, иногда при помощи брамина, при помощи священника, он совершает этот ритуал подношения. Совершен как паломничество. Вот человек пришел, что-то поднес, и пошел дальше. Не значит, что он там будет сидеть целый день в церкви. Это уже другого рода деятельность, это уже монахи этим занимаются, это специальные люди, духовенство этим занимается. Простые верующие, так как и везде, они заняты в такой повседневной жизни, они просто заходят, соприкасаются, совершают какой-то акт поклонения, смирения внутреннего. От этого соприкосновения они пытаются получить ту вот искру, то чувство, которое будет в них сохраняться, то чувство, которое они будут себе нести. И это чувство сопричастности с Богом не дает человеку совершать неправильные поступки и так далее. То же самое. Палочки у суфиев, например, в Индии, также являются таким важным элементом поклонения. Когда человек приходит на гробницу святого, он приносит гирлянду из роз, сладости, пузыречек с каким-то ароматом, пачка курительных палочек, обращается к нему с какой-то молитвой. Часто эти вещи кладутся на гробницу, чтобы они впитали в себя благословение святого. Потом над ними читается молитва либо самим верующим, либо кем-то из шейхов, которые на гробнице находятся. И верующему отдают. Отдают и этот парфюм, и отдают ему эти сладости, которые он приносит домой, приносит в семью и раздает. С этого момента они становятся уже такими пропитными благодатью и несут в себе вот эту благодать для всех, кто вкушает. У нас можно просто поставить свечку, а пуджу нельзя совершить только одной палочкой. То есть поклонение совершается неким набором элементов, куда палочка входит одним из элементов. То есть там и вкус, и запах, и цветок красивый. То есть все, может быть, при помощи колокольчика какой-то звук производится. То есть по всем пяти каналам восприятия человек соприкасается, соотносится с Богом. Это и зрение, это слух, и обоняние, и осязание. Даже вкушение пищи после того, как прочитана молитва, человек подносит пищу, к Богам читается молитва, и потом он может от этой пищи также вкусить. То есть даже чувство вкуса его удовлетворяется. И обязательным элементом такого подношения, путь же перед Богами является воскурение ароматов. То есть это похоже на жертву всесожжения, которое мы знаем и в традиции христианской. То есть Богу самое лучшее преподносится, и дым, который поднимается от курительной палочки, он как лестница, как тропинка, которая ведет человека на небо. То есть имеется и такой символический, красивый символический смысл. КОНЕЦ